здравствуйте мои уважаемые подписчики сегодня я подготовил для вас лекцию по теме как работать с научными и техническими текстами в 2012 году когда я только пришел работать в университет я заметил что у студентов есть определенные трудности с восприятием технических текстов я поставил перед собой задачу найти какую-то методику которая позволяла бы обучить студентов работе со сложными техническими текстами представьте себе что вот вы студент и вам попадается примерно такой текст сейчас я зачитаю это описание шнекового дозатора объемно-весового типа выглядит он вот таким образом это описание я взял из книги веселов веселова технологическое оборудование оснастка и основы проектирования упаковочных производств вот эта книга это учебное пособие шнековый дозатор объемно-весового типа дозатор устанавливается на вертикальной упаковочной машине включает шнековый дозатор и ленточное весоизмерительное устройство смонтированы на отводящем транспортере машины дозирование продукта производится в прозрачную пленку поэтому на подающем транспортере машины перед контрольным взвешиванием установлен фотоэлемент на просвечивание с отражателем на выходном транспортере установлены фотоэлементы окончательного контроля и пневмо устройство механизмов сталкивания стандартных пакетов и пакетов с недовесом и перевесом Весоизмерительное устройство встабжено системой светового контроля Красная лампа показывает отключение контрольными весами приводов транспортера Желтая показывает исправность контрольных весов Зеленая – контрольные весы и транспортеры работают исправно Дозатор состоит из корпуса 17 В котором установлен подающий питающий горизонтальный шнек 4 С приводом от мотора редуктора 1 И так далее, и так далее, и так далее В какой момент вы перестали воспринимать эту информацию? Такой момент наверняка настал в какое-то время И вот с того момента, как вы перестали воспринимать ту информацию, которую я вам зачитывал Это значит, что ваш мозг полностью отключился И с этого момента, с того момента, как ваш мозг отключился Вы уже не воспринимаете ту информацию, которая есть в книге В этой книге, которую я сейчас взял Или в какой-то другой технической книге А как только вы перестали воспринимать информацию То ваше обучение стало неэффективным Я надеюсь, что те, кто меня смотрит Это те студенты, которые пришли в университет за знаниями А не за дипломами Поэтому я подготовил для вас это видео Чтобы вы смогли получить хотя бы начальные знания о том Как работать с техническими текстами Я долго искал методику работы с текстами вообще Не только с техническими И нашел ее довольно-таки в книге В необычной книге В которой я и не думал, что такая книга вообще существует Эта книга написана Мортимером Адлером В 1949 году И тогда же было первое издание Как читать книги Но эта книга направлена на то, чтобы научиться читать художественную литературу Я немножко модифицировал свою методику для работы Чтобы ее можно было применять для работы с техническими текстами Но костяк методики Он идет из этой книги У меня два экземпляра этой книги Я вам покажу Первый экземпляр книги, с которым я начинал работать Я в этой книге подчеркивал непонятные мне места Но это понятно, что эта книга Я купил ее Соответственно, в своем экземпляре я могу подчеркивать места Ставить вот такие закладки Если вы работаете в библиотеке То, конечно, вы не можете так работать с книгой Я вам рекомендую, если вы работаете с книгой в библиотеке То используйте тетрадь Общую тетрадь на 96 листов На 48 листов Для того, чтобы записывать те мысли Которые вам пришли в голову во время чтения той или иной книги Вы можете сделать каким образом? Вы можете завести одну общую тетрадь на 98 листов Для записи мыслей по всем прочитанным книгам Либо можете завести несколько маленьких тетрадей На 24 листа, на 48 листов Куда вы будете записывать мысли только по конкретному какому-то предмету Например, по технологическому оборудованию Или по химии Или по технологии пищевого производства Для каждого предмета у вас будет своя тетрадь Это ваше решение Как вы решите? Но, если вы работаете в библиотеке Вот так с книгами не поступайте Потому что эти книги, которые в библиотеке Приходятся тем, кто идет за вами Что же я делал? Я вначале отмечал вот таким образом Я подчеркивал текст Я оставил закладки Я на закладках писал Что мне может приходиться в этой книге на данной странице Зачитаю несколько закладок Прочесть и научиться Способ чтения 1 и способ чтения 2 Открытие Качество людей-самоучек И так далее И так далее Также я делал Также я делал внизу Допустим на странице Пометки О том, что я знаю из других книг Или же то, что я успел узнать Прочитав ранее эту книгу Я делаю пометки Чтобы мне связать информацию Которую я получаю сейчас С той информацией Которую я получил ранее Например Вот такая заметка Соответственно Вот эта тетрадка Про которую я вам говорил выше Она вам помогает связывать знания Между разными предметами Между разными отраслями науки Например, между оборудованием и технологией Между Допустим Социальными науками У вас есть такие предметы Как этика Психология Философия История Между этими науками И техническими науками Для этого Соответственно Я рекомендую вам Вести какие-то записи Какой-то учет Того, что вы узнали ранее Это вам позволит Сформировать целостную картину мира Кроме этого Кроме этого Я рекомендую Записывать вопросы Которые у вас возникают Во время чтения книги Вы записываете эти вопросы В вашу тетрадь А потом Возможно Два варианта решения Либо вы найдете ответ на вопрос В другой книге Либо вы же сможете задать Этот вопрос преподавателю На лекции Или на практическом занятии И Получить ответ Потом Когда я проработал Свой первый экземпляр книги Я купил себе Второй экземпляр книги Полностью чистый То есть здесь Никаких Пометок Ничего Чтобы потом Еще раз Прочитать эту книгу На свежую голову И Переходим К Собственно Методическим указаниям По Работе С научными И Техническими Текстами Я распечатал для себя Подсказку Кроме этого Я положу Под видео Будет ссылка На скачивание С Яндекс.Диска И с Гугл Диска Будет Ссылка на скачивание Этих методических указаний Абсолютно Бесплатно И без регистрации Также Сейчас я прошу вас Подписаться на мой канал И поставить колокольчик Напоминание О том Когда выходит Новое видео Итак Методические указания Руководство По работе С научными И Техническими Текстами Это руководство Впервые Было Мною подготовлено Летом 2016 Года Для Первокурсников Направление Подготовки Технологические машины И оборудование Профиль Машины И аппараты И пищевых производств Которые учились В Орловском Государственном Университете На кафедре Машины И аппараты Пищевых производств И Я раздал Эти методические указания Когда эти студенты Проходили Летнюю практику Это была Их перволетняя практика И Я уже тогда Увидел Я у них До этого Вел На первом В первом семестре Я у них Вел Введение В направление Профессиональной Деятельности И я увидел Что у них есть Намного Намного Больше сложностей У них возникало При восприятии Технических текстов Чем Это было У их предшественников Поэтому я Как Ответственный человек Подготовил для них Эти методические указания И они ими Пользовались Приведу Ответим вначале На вопрос А зачем Нам Читать И понимать Суть Прочитанного Я здесь Приведу Цитату Из книги Мортимера Адлера Как читать Книги Которую Я вам Показывал Ранее Эту книгу Цитата Грамотность Не равна Умению Читать То есть Быстро И правильно Понять Содержание Печатного Текста И составить О нем Собственное Мнение Как показывает Практика Процесс Развития Навыков Чтения Останавливается В шестом Классе Школы Выпускники И даже Студенты Вузов В среднем Умеют читать Не лучше Шестиклассника Чтение Основа Образования Процесса Который Продолжается Всю жизнь И ответственность За которые Несем Только мы Сами Единственный Способ Продолжить Образование Самостоятельно Это Научиться Читать Правильно Конец Цитаты А далее Мы Подробно Рассмотрим Следующие Вопросы Это Цели И ценность Чтения Три Способа Чтения Правила Чтения А также Разберем На одном Научно-техническом Тексте Как Применять Эти Правила В тот Момент Когда Я буду Цитировать Адлера Я буду Говорить Цитата Других Цитат Из других Книг Здесь Не будет Когда Мы Будем Разбирать Линию Производства Пищевой Продукции То Текст Описание Этой Линии Взят Из Книги Маршалкина Технология Кондитерского Производства И Оборудование Кондитерского Производства Две Книги Маршалкина Которые Мне Помогли Подготовить Эту Лекцию Итак Цели И Ценность Цели И Ценность Чтения Что Такое Чтение Я Здесь Отвлекусь Сейчас От Методических Указаний Почему Важно Сделать Это Отступление О чем Говорит Адлер Он Говорит Что Прежде Чем Вы Начнете Читать Книгу Необходимо С Достоверной Точностью Определить Значение Каждого Слова Которое Используется В данной Книге Для Технических Текстов Это Имеет Двойную Или Тройную Значимость Потому Что В Разных Областях Знания Одни И те Же Слова Будут Значить Разные Вещи Я Сейчас Не буду Приводить Эти Примеры Я Хочу Чтобы Все Таки Вы Тоже Поработали Над Своим Образованием И попробовали Найти Слова И Сферы Знания В которых Эти слова Имеют Противоположные Значения Или Скажем Так Непересекающиеся Значения Далее Так вот Давайте Мы сейчас Посмотрим Что Такое Чтение Мортимер Адлер Дает Такое Определение Слово Читать Имеет Несколько Значений С Большим Количеством Оттенков Их Общая Составляющая В том Что Чтение Предполагает Умственную Деятельность Связанную С интерпретации Символов В этой Книге В этом Методическом Указании Чтение Рассматривается Как Процесс Восприятия И Интерпретации Слов И их Сочетаний Это цитата Дословная Из книги Мортимера Адлера Я ее Вам Ранее Изложил Простыми Словами Как ее Понимать Эту Цитату И Существует Несколько Типов Чтения Первый Тип Чтения Это Чтение Для получения Информации Чтение Второй Тип Это Чтение Для Понимания И третий Тип Это Чтение Для Развлечения Но Мы В нашей Лекции Будем Рассматривать Только Первые Два Типа Они Нам Наиболее Важны И Нужны Это Чтение Для получения Информации И чтение Для Понимания Читая Для информации Мы Отбираем Данные Мы Их Запоминаем Но Начитанность Она Не ведет К улучшению Качества Жизни Она Не ведет К улучшению Качества Понимания Нами Текста И тех Процессов Которые Описываются В тексте И В дальнейшей Лекции Я буду Стараться Максимально Говорить Только О процессах Пищевых Производств И об Оборудовании Пищевых Производств Если же Я буду Отступление Я об этом Отдельно Буду Говорить Понимание Это Не запоминание Это Не Вспоминание Того Что Вы Когда-то Запомнили Это Неполучение Данных Понимание Это Нечто Другое Понять Это Не просто Запомнить Но И Соотнести То Что Вы Прочитали Со Своим Прежним Эмоциональным Опытом И Встроить То Что Вы Прочитали В Вашу Картину Мира Однако Несмотря На то Что Адлер Дает Именно Такое Определение Пониманию Я бы Его Еще И Расширил Многие Студенты Я бы По своему Опыту Я бы Даже Сказал Большинство Имеют Отдаленное Представление Об Оборудовании Пищевых Производств Разве Что Сталкиваясь С ними С этим Оборудованием Только В быту Это Различного Рода Мультиварки Пароварки Чайники Молокогрейки Для детской Для детской Еды Возможно Кто-то Встречал Из вас Различный Кто-то Кто-то Жил В деревне Возможно Встречал Чаны Для Варки Еды Для Домашнего Скота Но На этом Знакомство С Пищевым Оборудованием Для студентов Заканчивается И Часто Часто Студенту Просто Ни с чем Соотнести Ни с чем Соотнести То, что Он узнает На лекции Или из книги С тем, что Было у него В предыдущем Опыте Именно поэтому Очень важно Очень важно Правильно Читать Книги И Здесь Мы подходим К такому Важному Аспекту Обучения На технической Специальности Как то Что Тексты Которые Вам будут Предъявлены Они Зачастую Или даже Не зачастую В большом И в подавляющем Числе Случаев Превосходят Ваш уровень Как читателя И вам Приходится Продираться Сквозь Дебри Этих слов Продираться Сквозь Дебри Технических Терминов Что Не каждому Студенту Под силу Ни на первом Курсе Ни на последнем И Вот это Неравенство Между Способностями Студента И Уровнем Текстов Которые Он пытается Освоить Мы попытаемся Устранить Мы будем Стремиться Устранить С помощью Нашей лекции Однако Нашей лекции Будет Недостаточно Я прошу Всех Кто Ее досмотрит До конца А я специально Внизу Я еще внизу Оставлю Тайм-коды Чтобы вы могли Вернуться По Этим Тайм-кодам И просмотреть Те отрывки Которые Вам Наиболее важны Или Те которые Вы хотели бы Себе напомнить Чтобы вы Могли Свободно Перемещаться По этому Видео И Извлекать Из него Максимум Пользы Итак Мы Ранее Затронули То что Читатели Отличаются По уровню Урожденных Способностей К чтению И Кому-то Это дается Легко А кому-то Это дается С трудом И Однако Освоить Навыки Для чтения По силам Каждому Для тех Кому Текст Дается Путем Титанических Усилий Те кто Буквально Продирается Сквозь Дебри Терминов И слов Я рекомендую Читать Многократно И читать Многократно Используя Эту методику Которую Мы далее Рассмотрим Три Способа Чтения Мортимер Адлер Предлагает Три Способа Чтения Это И мы Будем Рассматривать Только Чтение Ради Понимания Другие Способы Чтения Далее Нами Рассмотрены Не будут Три Способа Чтения Это Структурное Или Аналитическое Чтение Второй Способ Интерпретационное Или Синтетическое Чтение Третий Способ Критическое Или Оценочное Чтение При Обучении ВУЗе Важно Овладеть Первыми Двумя Способами Чтения Это Структурным И Интерпретационным Чтением Овладение Критическим Чтением Можно Отложить На уровень Магистратуры И Аспиратуры Если Вам Захочется Продолжить Там Обучение Каждый Способ Чтения Содержит В себе Определенные Шаги Следуя Которым Вы Несомненно Достигнете Успеха Успеха На первых порах Когда вы только Осваиваете Эту методику Рекомендуется Выполнять Эти способы Чтения Независимо Друг от друга То есть Совершая Три Прохода По Книге Первый Проход Это Структурное Чтение Второй Проход Это Интерпретационное Чтение И третий Проход Это Критическое Чтение Для Правильного Понимания Книги Или Если Вам Предложен Отдельный Текст Для Правильного Его Понимания Следует Читать Всю Книгу Или Весь Текст Целиком Так Рекомендует Мортимер Адлер Я же Сделаю Отступление И скажу Что Технические Книги Всегда Разбиваются На главы Или На части На Параграфы И Очень Часто Эти Параграфы Представляют Собой Законченную Мысль Параграфы Оговорился Части И главы Представляют Собой Законченную Мысль Поэтому Технические Книги Можно читать По Главам Далее Правила Структурного Чтения Первое Правило Определите Тип И Тематику Книги Книги Разные Тематики И дисциплин Имеют Разные Подходы К чтению Но Основные Подходы Одинаковы Я Я вам Сейчас Покажу Этот Подход На Книге Технологические Технологическое Оборудование И оснастка Которую Я вам Раньше Показывал На первом Проходе Что вы Делаете На первом Проходе Структурного Чтения Первый Этап Структурного Чтения Это Вы читаете Название Которое Размещено На Обложке Давайте Его Прочитаем Вместе А.И. Веселов И.А. Веселова Технологическое Оборудование Оснастка И.О. Проектирование Упаковочных Производств Учебное Пособие Далее Вы открываете Ту часть Книги В которой Написана Аннотация Чаще всего Она располагается Либо в начале Книги Либо В конце Книги Вы всегда Найдете Эту аннотацию Либо в начале Либо в конце Книги Я ее Зачитаю Мы с вами Учимся Поэтому Мы проделываем Эти Этапы Вместе В учебном Пособии Приведены Анализ И конструкции Дозаторов Применяемых При упаковке Сыпучих Пластических И жидких Продуктов Рассмотрены В соответствии С приведенной Классификацией Основные Конструкции Упаковочных Машин Их Технологические Схемы И технические Характеристики Приведены Отдельные Исполнительные Механизмы И их Конструктивные Особенности Отражены Современные Тенденции Научно-технического Прогресса В этой Области Приведены Методики И примеры Расчетов Машин И механизмов Связанных С проектированием Упаковочных Машин Предлагаемые Учебные Пособия Предназначены Для студентов И специалистов Предприятия Пищевой И перерабатывающей Промышленности Изучающих Упаковочное Оборудование Это Вы Посмотрели Что Это За книга То Каким образом Автор Сказал Об этой Книге А далее Вы Переходите На Второе Используйте Второе Правило Структурного Чтения Выразите Основную Мысль Автора И Основную Мысль Книги Более Лаконична Чем Это Сделал Автор Хорошая Книга Целостна Ее Элементы Взаимосвязаны И Хороший Автор Информирует О сути Книги Сразу То О чем Мы с вами Ранее Прочитали В Аннотации Но Поскольку Мы с вами Учимся Нам бы Хотелось Упростить Эту Аннотацию До Допустим Одного Предложения А как Я это сделал В этой книге Представлены Схемы Упаковочного Оборудования Формулы Для Расчетов А так же Графики И Классификации Оборудования Если Мне потребуется Использовать Нантию Упаковочное Оборудование Для своего Производства Я могу Это сделать В этой книге Простое Лаконичное Простыми Словами Которые Максимально Насколько Вы можете Это упростить Вы Это упрощаете Но Без потери Смысла Третье Правило Структурного Чтения Рассмотрите Структуру Книги Определите Количество Основных Частей Перечислите Их По порядку Проследите Их Взаимосвязь Рекомендую Здесь Использовать Своё Собственное Ведение Структуры Не Привязываться К той Структуре Которые Дает Автор А Структура Книги Особенно Технической Книги Обычно Приводится В Оглавлении Давайте Мы его Посмотрим Если Следовать Оглавлению То В этой Книге Пять Глав Каждая Глава Разделена На Подпараграфы Или Подглавы Главы Называются Следующим Образом Дозаторы И питатели Для Сыпучих Продуктов Вертикальные Упаковочные Машины Горизонтальные Упаковочные Машины Для Упаковывания Изделий В Мягкие Материалы Глава 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 Горизонтальные Машины Для Упаковки Жидких Вязких И Пластических Продуктов Тарм Глава 5 Основы Проектирования Упаковочного Оборудования Также Эта книга Содержит Введение И список Литературы Вы можете Оставить И такое Деление Этой книги Если вы Ничего От себя Не можете Придумать Но я могу Это сократить Я считаю Что эта книга Содержит Грубо Содержит Три Раздела Больших Это Собственно Описание Устройства Упаковочных Машин Второй Раздел Это Описание Проектирования Упаковочных Машин И Третий Раздел Это Список Литературы В Который Я могу Увидеть Какие еще Книги Почитать Для того Чтобы расширить Своё Знание Об упаковочном Оборудовании Итак Это Третье Правило Рассматриваем Структуру Книги Четвертое Правило Структурного Чтения Это Выделить Проблемы Которые Автор Пытается Решить Проблема Это вопрос И книга Содержит Ответы На него Они Не обязательно Сформулированы Автором В тексте И Выделить Эти Проблемы Это Обязанность Читателя Снова Я возвращаюсь К этой Книге Попробуем Определить Какие же Проблемы Пытается Решить Автор Я считаю Что Как человек Который Проработал На Пищевом Производстве Я проработал 7 лет Я имел Дело С двумя Упаковочными Агрегатами Это Горизонтальная Упаковочная Машина И Вертикальная Упаковочная Машина Также На Этом Производстве Упаковка Производилась Вручную Стрейч Пленку Мне Очень Сильно Не Хватало Книги Которые Я Мог Узнать О том Какие Вообще Существуют Методы Упаковки Какие Существуют Машины Для Упаковки И Каким Образом Я могу Не Покупая Машину У Производителя Зная Эти Методы Упаковки Или Зная Физический Принцип Действия Этих Как я могу Эту машину Спроектировать Вот эта книга Она вышла В 2011 Году Когда я уже Закончил Работать на Производстве И готовился К защите Диссертации Ну так вот Выйдя Эта книга Раньше Она была бы Мне Очень Полезна В деле Я могу Описать Ту проблему Которую Пытается решить Автор Со своей Точки Зрения Я Предполагаю Что Для студента Который Только Начинает Учиться Описать Проблему Которую Будет Решать Допустим Он Когда станет Инженером На Производстве И Столкнется С Какими-то Производственными Вопросами Я думаю Что студенту Это будет Очень тяжело Представить Не имея За плечами Какого-то Опыта Далее Далее Сейчас Сейчас И Еще Один пример Анализа Текста С помощью Структурного Чтения В этом Методическом Указании Которые Я Вам Показывал Я Привожу Схему Машинно-аппаратурную Схему Производства Помадных Конфет Выглядит Она Вот Таким Образом Эта Машинно-аппаратурная Схема Позволяет Нам Проследить Все Этапы Производства Помадных Конфет Предлагаю Сейчас Проанализировать Эту Описание Этой Машинно-аппаратурной Схемы С помощью Структурного Чтения Первое Правило Определите Тип И Тематику Текста Тип Текста Научно-технический Тематика Текста Описание Линии Производства Помадных Конфет Второе Правило Выразите Основную Мысль Книги Как Можно Более Лаконично Прежде Чем Я Это Сделаю Я Вам Покажу Этот Текст Я Его Зачитывать Не буду Потому что Далее При Анализе Мы Его Будем Отрывки Из этого Текста Я буду Зачитывать Чтобы Нам Не тратить Время На Повторное Зачитывание Я Вам Его Только Покажу Смотрите Покажу Я Вам Его Только Частично Потому что Я положил Под Видео Есть Ссылка На Скачивание Этих Методических Указаний И Там Этот Текст Вы Можете Посмотреть Итак Далее Второе Правило Выразить Основную Мысль Текста Как Можно Более Лаконично Данный Текст Представлен На Пяти Листах И Мы Сокращаем Этот Текст До Двух Абзацев Выделяя Основную Мысль Текст Разкрывает Сущность Технологии И Приводит Наименование Единиц Оборудования Для Ее Осуществления А Также Содержит Описание Технологических Процессов Протекающих В этом Оборудовании В тексте Автор Обращает Внимание На состав Помады Молочная Или Сахарная На Особенности Процесса Кристаллизации Кристаллизация Сахара Возможно Только Из Пересыщенного Раствора На Необходимость Поддержания Однородной Консистенции И Влажности На Особенности Процесса Выстойки Корпусов Помадных Конфет Также Автор Описывает Шесть Способов Формования Конфетных Масс И Из них Обоснованно Выбирает Способ Формования Помадных Конфет С учетом Их свойств И состава Третье Третье Правило Рассмотрите Структуру Текста Определите Количество Основных Частей Перечислите Их По порядку Проследите Их Взаимосвязь Рассмотрим Это правило Подробнее Выделим Из Текста Основные Части По смыслу В Тех Методических Указаниях Которые Я Вам Оставлю Под видео Эти Смысловые Части Будут Выделены Курсивом Вот Посмотрите Я Привожу Своё Видение Структуры Этого Текста Вы Можете Взять Этот Текст И Проанализировать Его В соответствии С Приведенными Правилами И Сделать Свою Структуру Это Будет Ваш Анализ Структурный Структурного Каркаса Текста Тексты Начинаются С Введения Во Введении Приводится Обоснование Почему Выбрана Данная Тема Чем Она Важна И Актуальна Указываются Цель И Задачи Определяется Объект И Предмет Исследования Указываются Методы Исследования Отмечается Теоретическое Обоснованность Темы Указывается Какая Литература Использована Описывается Структура Работы В представленном Тексте Описание Машинно-аппараторной Схемы Линии Производства Помадных Конфет К Введению Относится Первые Два Абзаца Текста Собственно Введение Помадная Конфетная Масса Это Мелкокристаллическая Масса Из сахара И патоки Включающее Молоко Фруктово-ягодное Сырье И другие Добавления Помадная Масса Широко Используется В кондитерском Производстве Для приготовления Мягких Сортов Конфет И в качестве Начинки Для Изготовления Отдельных Сортов Карамели Ее используют Также в виде Помадной Глазури Для Шоколадных Наборов И для Различных Мучных Кондитерских Изделий На долю Помадных Конфет Приходится Около 70% Общей Выработки Конфет В научно-техническом Текстах Достаточно Часто Встречается Раздел Посвященный Классификации Классификация Призвана Упорядочить Знания И создать Структуру Для дальнейшего Рассмотрения Классификация Проводится По одному Или нескольким Признакам Например Тестомесильные Машины Для замеса Хлебопекарного Теста По способу Действия Бывают Непрерывного И периодического Действия По степени Воздействия Рабочего Органа На тесто Обычные Тихоходные Быстроходные И супер Быстроходные По характеру Движения Мессильного Органа С круговым Вращательным Планетарным И сложным Плоским И пространственным Движением Мессильного Органа В предыдущем Абзаце Приведена Классификация Тестомесильных Машин По трем Разным Признакам А теперь Попробуем Найти В тексте Описывающем Масс Линии Производства Помадных Конфет Классификацию Какая же Она будет Что можно Классифицировать В Схеме Производства Помадных Конфет Классификация Помадных Масс Помадная Масса Бывает Двух Основных Видов Сахарная Или простая И Молочная Кроме Светлой Молочной В кондитерском Производстве Используется Темно Окрашенная Помада Крем Брюле Получаемая Длительным Увариванием Молочного Помадного Сиропа При Высокой Температуре В зависимости От назначения Помадную Массу Готовят Различными Количествами Патоки Редуцирующих Веществ И Разной Влажности Молочные Помадные Массы По своей Структуре Могут быть Полностью Частично Кристаллическими Или Аморфными С полностью Кристаллической Структурой Выпускают Например Конфеты Старт Частично Кристаллической Конфеты Коровка С отливкой В крахмальные Формы С аморфной С аморфной Структурой Конфеты Золотой Теленок И Коровка С Формованием Методом Прокатки И Резания Следующая Часть Текста Коротко Рассказывает Об особенностях Производства Молочной Помады Молочные Помады Имеют В своем Составе Молоко И Иногда Сливочное Масло Приготовление Молочных Помад Хотя Исходно С получением Обыкновенной Но Имеет Свою Специфику Обусловленную Наличием Молока При Производстве Сиропа Вначале Растворяют Сахар В молоке Подогретом До 60-80 Градусов Цельсия А затем Добавляют Сливочное Масло В патоку Сахарно-паточное Молочный Сироп Уваривают До содержания Сухих Веществ 88-90% Процесс Уваривания Длительный Так как Удаляется Много Воды Светлую Молочную Помаду Можно Получить Если Температура В процессе Приготовления Сиропа И его Уваривание Не поднималось Выше 80 градусов Цельсия При более Высокой Температуре Уваривания Сиропа Помада Приобретает Темноватый Цвет Уваренный Сироп Сбивается В помадо-сбивальной Машине В помаду В следующем Абзаце Описываются Функции Которые Выполняет Патока При получении Помады В рецептурную Смесь Вводится Патока Играющая роль Антикристаллизатора Без Патоки Помаду Изготовить Нельзя Минимальное Количество Патоки 3% От массы Сахара Поэтому При производстве Помады Доля Патоки Берется В пределах От 5 До 25% От массы Сахара В зависимости От назначения Помады Способа Формования Конфетной Массы В рецептуру Помадного Сиропа Вводят Различное Количество Патоки Фраза Машинно-аппаратурная Схема Производства Помадных Глазированных Конфет Приведена На рисунке 1 Показывает То Что Автор Текста Переходит К описанию Схемы Производства Далее По тексту Представлены Озаглавленные Обзацы Текста Без Дополнительных Комментариев Я Не буду Дальше Зачитывать Этот Текст Вы можете Ознакомиться С ним В Приложенном Файле Подробное Описание Машинно-аппаратурной Схемы Линии Производства Помадных Конфет Я Сделал В Отдельном Видео Которое Вы Можете Посмотреть Пройдя По ссылке Вглу Либо По ссылке Которая Находится Под Этим Видео И мы Продолжаем Рассматривать Структурное Чтение Четвертое Правило Структурного Чтения Выделите Проблемы Которые Автор Пытается Решить Текст Текст Посвящен Описанию Линии Производства Помадных Конфет Основная Проблема Которую Решал Автор Заключается В том Чтобы Рассказать О Производстве Помадных Конфет Неподготовленному Читателю И далее Мы переходим К анализу Текста С помощью Интерпретационного Чтения Первое Правило Интерпретационного Чтения Найдите Общий Язык С Автором Для Этого Необходимо Сделать Два Шага Во-первых Выделить Ключевые Слова И во-вторых Определить Их Точное Значение В данном Контексте В Технических Текстах Ключевыми Словами Являются Название Оборудования Процессов Компонентов Рецептуры Полуфабрикатов И Готового Продукта Например В крахмальном Производстве Есть такой термин Фугат Когда в тексте Встречается Какой-либо термин Или Название Процесса Оборудование Полуфабриката Рецептуры И так далее И в тексте Они Не расшифровываются То необходимо Самостоятельно Найти Определение Данного Термина И Прояснить для себя Его значение В контексте Изложенного Как я рекомендовал Выше Завести Общую тетрадку Когда вы Встречаете Какой-то Непонятный Термин В тексте Вы его Выписываете Свою тетрадку И дальше Даете Расшифровку Этого Термина Таким образом Вы Уже Знаете В каком Конкретно Смысле Данный термин Употребляется В представленном Тексте Например Фугат Это жидкость Удаленная В слив В процессе Центробежного Осаждения Но тут Конечно Возникает Новый вопрос Что такое Центробежное Осаждение Что такое Осаждение Вообще И Какие Кроме Центробежного Бывают Осаждения Соответственно Вот эти Возникающие Вопросы Вы Можете Прояснить Для себя И сделать Краткий Конспект В своей Тетради Но Возвращаясь К описанию Линии Производства Помадных Конфет И Отметим Что в тексте Даны Определения Некоторым Термином Например Помадная Конфетная Масса Это Мелкокристаллическая Масса Из сахара И патоки Включающая Молоко Фруктово-ягодное Сырье И Другие Добавки Темно Окрашенная Помада Крем Брюле Это Помада Которая Получается Длительным Увариванием Молочного Помадного Сиропа При Высокой Температуре Однако Другие Термины Даны Без Расшифровки И На этапе Выделения Ключевых Слов Необходимо Выделить Эти термины Или как я уже выше говорил Выписать В свою тетрадь И дать Им Определение И Расшифровку И ниже Ниже Если вы скачали Мой файл С методическими Указаниями То в нем Приводятся Эти Расшифровки Я не буду Зачитывать Их все Я считаю Некоторые Уваривание Это Уменьшение Содержание Влаги В полуфабрикате При Термической Обработке Плунжерный Насос Один из видов Объемных Гидравлических Машин В котором Вытеснителями Являются Один Или Несколько Поршней Совершающих Возвратно Поступательное Движение Змеевик Это Длинная Металлическая Стеклянная Фарфоровая Керамическая Или Пластиковая Трубка Изогнутая Некоторым Регулярным Или Иррегулярным Способом Предназначенная Для того Чтобы в Минимальном Объеме Пространства Обеспечить Максимальный Теплообмен Между Двумя Средами Ненасыщенный Раствор Раствор В котором Концентрация Растворенного Вещества Меньше Чем В насыщенном Растворе И В котором При данных Условиях Можно Растворить Еще Некоторое Его Количество Темперирование Это Доведение Кондитерского Полуфабриката До Заданной Температуры При Перемешивании Формование Это Технологическая Операция Придания Заготовки Или Полуфабрикату Заданной Формы Особое Внимание Я здесь Вас Прошу Обратить На Понятие Обандероливание Которому Посвящено Посвящена Целая Страница Текста Обычно Данному Понятию Не уделяется Никакого Внимания При Изучении Упаковочного Оборудования Вы Можете Прочитать Основные Сведения В Методических Указаниях Ссылки На которые Я оставил Под Этим Видео Второе Правило Интерпретационного Чтения Найдите Основные Утверждения Автора Выделив Ключевые Предложения Наиболее Важные Утверждения Содержатся В тех Предложениях Которые Вызовут У вас Затруднения Они Могут Быть Ключевыми И для Автора Тоже Но Могут Быть Ключевыми Только Для Вас Как Читателя Найдя Ключевые Предложения Сформулируйте Утверждения Опираясь На ключевые Слова Чтобы Убедиться Что Вы Поняли Смысл Утверждений Попробуйте Пересказать Своими Словами Если Вы Не Можете Подобрать Другие Слова Значит Вы Не Поняли Смысл Тогда Вы Не Сможете Увидеть Связи Этой Книги С Другими Где Авторы Делали Сходные Утверждения Ну Другими Словами Здесь Рекомендуется Применять Такой Метод Который Называется Максимальное Упрощение Попробуйте Заменить Ну Допустим Мы Взрослые Люди Знаем Что Такое Молоток А попробуйте Заменить Слово Молоток Чтобы Оно Было Понятно Допустим Трехлетнему Или Четырехлетнему Ребенку Что Такое Молоток Молоток Это ударялка Ударялка Ну Вот Попробуйте Пересказать Это Или Например Или Например Слово Нож Нож Что Такое Это Разделялка Отделялка И так далее Вот Попробуйте Вот Таким же Таким же Способом Попробуйте Пересказать Текст Который Мы Сейчас Дальше Будем Рассматривать Или Текст Который Есть В Описании Машиноаппаратурной Схемы Попробуйте Вот эти термины Пересказать Вот таким Образом Я не Говорю Сейчас Что У вас Это Сразу Получится Но Попробуйте Возвращаясь К Нашему Второму Правилу Другой Способ Проверки Понимания Это Проиллюстрировать Утверждение Собственным Опытом Или Привести Пример При Использовании Второго Правила Важно Опираться На Свои Чувства При Чтении Текста Выделяются Предложения Которые Вызывают Наибольшие Затруднения У разных Читателей Разные Предложения Вызовут Затруднения Объясню У меня Вызовут Затруднения Допустим Пятое Двадцатое Пятнадцатое Предложение А у вас Допустим Вызовет Затруднение Третье Седьмое И Одиннадцатое Предложение Вот что я Имел ввиду Далее Можно дать Такой совет Выделяйте Те предложения Которые вы не можете Объяснить Другими словами Каким-лим образом И здесь я Возвращаюсь Обратно К тому С чего я Начинал Это видео Я вам Покажу Книгу Мортимера Адлера Тот экземпляр Который у меня С закладками Я здесь Как раз Следовал Этому правилу Я Подчеркивал Некоторые Предложения Чтобы Вернуться К ним Позже И подумать Еще раз И Или же Прочитав Чуть дальше Книгу Возможно Я нашел бы Ответы И расшифровку Того Что я подчеркнул Далее Третье правило Интерпретационного Чтения Проследите Аргументы Автора Аргумент Это совокупность Предложений Содержащие Посылки И Выводы В представленном Описании Схемы Линии Производства Помадных конфет Исходными Посылками Чаще всего Служат Свойства Сырья Полуфабрикатов И готовой Продукции А выводами Режимы Обработки С указанием Продолжительности Температуры Давления Влажности И тому Подобное Рассмотрим Несколько Посылок И выводов Я Не буду Сейчас В этом видео Зачитывать Все Вы можете Все Найти В методическом Указании Посылка Без патоки Помаду Получить Нельзя Вывод При получении Помады В рецептурную Смесь Вводится Патока Играющая роль Антикристаллизатора Минимальное количество Патоки 3% От массы Сахара Поэтому При производстве Помады Доля патоки Берется В пределах От 5 До 25 Процентов От массы Сахара Посылка Существует 6 Основных Способов Формования Конфетных Корпусов Выбор Способов Формования Зависит От формы Конфет А также От структуры И консистенции Помадных Масс Вывод Помадная Масса Обладающая Пластичностью А при нагревании Приобретающая Жидкую Консистенцию Может формоваться Отливкой В крахмал Резиновые Пластиковые Формы Или Сахароглицериновые Формы Размазыванием И резкой А также Раскатыванием И резкой Выводе Выбран способ Формования На основе Свойств Помадной Массы Я вам Рекомендую Остановить Сейчас Видео Скачать Методические Указания По ссылке И Проделать Работу По третьему Правилу Естественно Если вы Проделали Уже всю Остальную Работу По всем Остальным Правилам Если нет То вначале Сделайте Остальные Правила Проработайте А потом Вернитесь Сюда И Сделайте Хотя бы Найдите Хотя бы 3-4-5 Посылок И 3-4-5 Выводов Следуя Третьему Правилу Интерпретационного Чтения Четвертое Правило Интерпретационного Чтения Определите Какие Из Поставленных Проблем Автор Сумел Решить Какие Новые Проблемы Возникли И Насколько Автор Сам Осознает Решены Ли Поставленные Проблемы В данном Тексте Описан Способ Производства Помадных Конфет При анализе Текста Методом Структурного Чтения Было Установлено Основная Проблема Которую Решал Автор Заключается В том Чтобы Рассказать О производстве Помадных Конфет Неподготовленному Читателю Автор Решил Эту Проблему Он Перечислил Оборудование Которое Используется Для Производства Помадных Конфет Указав Выполняемую Им Функцию Автор Привел Технологические Параметры Обработки Сырья Полуфабрикатов И Готовой Продукции И указал Значение Температур Продолжительности Процессов Давления И связал Эти параметры Со свойствами Перерабатываемой Массы Однако Возникли Новые Проблемы Во-первых В тексте Не приводятся Марки Оборудования Которые Можно Использовать Для Производства Помадных Конфет Не Указана Производительность И мощность Этого Оборудования Во-вторых В начале Текста Автор Говорит Что На долю Помадных Конфет Приходится Около 70% Общей Выработки Конфет А это Значит Что Существуют Другие Конфеты Которые Требуют Других Машинно Аппаратурных Схем Производства Для Ответа На эти Вопросы Требуется Изучить Специальную Литературу Других Авторов А возможно Что и У данного Автора А я Напоминаю Что это Был Автор Маршалкин Две Его Книги Технологическое Оборудование Кондитерского Производства И технология Кондитерского Производства Возможно В них Есть Описание Данных Машинно Аппаратурных Схем И Марк Оборудования Я надеюсь Что Данное Видео С Описанием Метода Работы С научными Техническими Текстами Будет вам Полезно В вашей Учебе И я надеюсь Что вы будете Использовать Данный Метод Для того Чтобы Научиться Работать С этими Текстами Приобретая Навык Работы С такими Текстами Вы Приобретаете Прочный Фундамент Который Позволит Вам Легче Учиться Легче Осваивать Профессию Я рекомендую Каждый день Тратить 30 минут На то Чтобы Анализировать Технические Тексты Где брать Технические Тексты Для Анализа Вы Идете В библиотеку Если Вы Учились На первом Курсе То Вашей Основной Книгой Будет Книга Введения В Специальность Там Коллектив Авторов Написал Антипов Кретов И другие Либо Книга Машины И аппараты Пищевых Производств Там тоже Коллективный Автор Это Учебное Пособие Коллективный Автор Остриков Антипов И другие Вы Берете Эти Две Книги Я рекомендую Начать С книги В Введения В Специальность И Вы Берете Оттуда Описание Любой Машинно-аппаратурной Схемы Описание Машинно-аппаратурной Схемы Для Производства Муки Описание Машинно-аппаратурной Схемы Для Производства Рыбы На Траулере И Другие И Вы Эту Схему Анализируете Описание Этой Схемы Вы Анализируете С помощью Представленной Методики Если Вы Учитесь На более Старших Курсах На втором Курсе На третьем На четвертом Вы Можете Брать Тексты Из Уже Книги Из Учебника Машинно-аппаратурной Производства Антипов Остриков И Другие Авторы Написали Его Это Два Тома Примерно Вот Такой Толщины В Красном Или Темно-красном Переплете И Оттуда Вы Берете Описание Допустим Уже Не Машинно-аппаратурных Схем А Конкретного Оборудования И Анализируете Эти Описания По Приведенной Методике Если Вы Учитесь Уже На Старших Курсах То есть Это Четвертый Курс Когда У вас Есть Курсовые Проекты По Технологическому Оборудованию Вы Готовитесь К защите Выпускной Квалификационной Работе То Вы Берете Уже Целенаправленно Научные Тексты Это Публикации В Научных Журналах Таких Как Пищевая Промышленность Хлебопекарная Промышленность Технология И товароведения Инновационных Продуктов Питания Кондитерская Промышленность И Другие Эти Журналы Есть В Библиотеке Вашего Университета Там Вы Можете И Взять И По Теме Вашей Курсовой Работы По Теме Вашей Выпускной Квалификационной Работы Вы Целенаправленно Работаете По Этим Темам И Выбираете Только Те Статьи Которые Относятся К вам Вы Берете Десять Статей Копируете Их На Ксероксе В Библиотеке И Прорабатываете Их По той Методике Которая Изложена В этом Видео Проработав А Также Кроме Этого Если Вы Готовите Курсовой Проект И ВКР То Большая Рекомендация Найти Все Книги Учебники Монографии Брошюры И так далее Которые Относятся К Изучаемой Вами Теме И Проработать Я рекомендую Проработать Не менее Десяти Книг Монографий Брошюр Используя Представленную Методику Таким образом Вы Узнаете О Вашей Сфере Деятельности Вы будете Знать Больше Чем 90% 95% Людей Которые Заканчивают Вашу Направление Подготовки Например Если Вы Решили Специализироваться В экструзии То Вам будут Полезны Такие Книги Как Технологии Эксклюзионных Продуктов Среди Авторов Есть Дерконосова И Остриков Коэксклюзионные Продукты Питания Авторы Также Среди Авторов Есть Остриков Александр Николаевич Монография Экструзия В пищевых Технологиях А также Две Книги Они Они Книги Но Они Выпущены Как Небольшие Брошюры В мягком Переплете Это Технология Сухих Завтраков И Сушка Сырья И Сухие Завтраки Две Книги А у обоих Автор Касьянов Соответственно Я уже назвал Пять книг Которые Вы Можете Использовать Для того Чтобы Подготовить Ваши Курсовые Проекты И ВКР По теме Экструзия Кроме Этого Есть Научные Статьи Которые Писали Авторы Магомедов Остриков Касьянов Попов И так Далее Которые Вы Можете Использовать В качестве Дополнительной Литературы Но Каждую Литературу Которую Вы Берете Вы Прорабатываете По методике Которые Сложены В этом Видео И В Тех Методических Указаниях Которые Я Прикладываю Ниже Которые Вы Можете Скачать По ссылке Спасибо Вам За Внимание Спасибо Что Вы Столько Времени Уделили Это Почти Полтора Часа Мы Общались На Эту Тему Я Прошу Вас Подписаться Я Прошу Поставить Колокольчик Чтобы Вы Не Пропустили Новые Видео На Моем Канале